Так, приходит игра. Начинается против Матвея в лобби. Играем крошечную карту с подземельем. Сразу же с вами имеем три стека. Два из них эльфа. Эльфов будет на старте очень и очень много. Так, много блоков сразу же, которые никак не обойти. И вот как раз с пробивкой этих блоков мы и начнем с вами партию. Потому что нам надо, чтобы была нормальная разбежка. Гномов, я думаю, поначалу можно особо много с собой не таскать. Так, ну что, сразу пробиваемся вниз. Без потерь. Дальше по пути пробиваем другие направления. Нет, ну тут мы, конечно же, попробуем с вами потерять меньше, чем нам предлагают наши ребята вражеские. Так, вейт. Самое главное эльфов успеть прикрыть. С чем мы с вами замечательно справились. Дальше пробиваемся наверх. И, собственно, портал тоже попробуем пробить как можно скорее. По возможности. Вейт, вейт, вейт. Сейчас сами подойдут. Битва на траве. У нас первая скорость. И еще одна подобная же битва. И после этого у нас, в принципе, все направления будут нормально разблокированы. Единственная проблема, что кентавров-то тут, походу, прикрыть не получится. И они реально устраивают здесь погоню за кентаврами, по сути. Вейт, вейт. И надо отдать должное, но, скорее всего, они все-таки успеют зажать кентавров. Снова всеми вейт. Станут сейчас еще ближе. Но в этот раз они уже подставились. Все, поехали. Теперь Аэрис спокойно сможет проехать вниз. Находится консерватория и целый ряд золота. Покупается еще один герой. Причем с разгоном. И этого героя мы запускаем вниз. Находим и захватываем тоже по-быстрому лесопилочку. Постараюсь, чтобы сопернику долго не приходилось ждать. Не тратить время впустую. Садимся внутри города. Разгоняемся. И отдаем ему, в общем-то, ход. Так, продолжается разведка и собирательство. Тоже попробуем по-быстренькому. Тут надо возвращаться. Здесь находим с вами еще один портал. Давай назад. Грейдим эльфов. Именно после грейда эльфов у нас сейчас будет максимально топовая пробивная сила. Давайте собачек тоже будем брать на прикрытие. Кентосики. Ну и этих на... Хотя, в принципе, собачек мы можем даже в один стэк тогда. Как-нибудь вот так вот с вами запилить. Думаю, что этой армии нам будет более чем достаточно на ближайшие дни, чтобы побегать, повоевать. Так, пробивка сразу же в темницу. Точнее, на территории темничные. Не то, чтобы в саму темницу. Ой-ой-ой, мы тут, конечно, подставляемся с вами, капец. Так, ну, благо они накидываются на Аджор, поэтому... Никто серьезно не пострадал. Пробиваем еще одно направление. Кстати, надо будет посмотреть, какой же шаблон нам все-таки выпал в итоге для игры. Давай чуть выше. Тоже выше, тоже выше. Закрылись. Опять же, все вейт. Ударить так, чтобы подставиться под следующего. Ну, давай, ладно. Одного кинтосика отдадим. Так, это направление на снега. Тоже его сразу же пробьем. Стоять. Так, тут вейт, вейт, все наверх. Ну и все. Так, вот этот вот грейженый, точнее, максимальный по размеру у нас больше всего тут. И, кстати, находим и правда темничку. Правда, темничка не соперника. Тут я предлагаю сделать как-то вот так, наверное. Они даже не захотели драться. Что для нас огромный плюс. Ну, пускай да. Пусть будет так. Забираем с вами второй город. В принципе, здесь можно построить гильдию магов. Разогнать главного героя. И пополнить ману заодно. Кстати, книжку заклинаний тоже можно покупать сразу. И все. Передаем ход на соперника. Так, что мы видим? Что по героям он играет так же. Качает все так же своего диммера. Давайте попробуем пробежать здесь вниз. Фионка. Наверное, все-таки должна бежать в сторону рудника. И заодно по пути собирать золото. Ну, а мы с вами забираем тут армию. Так, можно, в принципе, съездить золотую шахту, попробовать забрать. А можно подсобрать золото на скупку еще одного героя. Вот как в данном случае. Правда, с учетом таверны, наверное, придется подсобрать еще. Но ничего страшного. Соберем. И этим героем станет Домокон, потому что он еще будет собирать золото дополнительно. Так, поехали вниз. Вот она, золотая шахта. Да, она вполне пробиваема. Предлагаю эту золотую шахту взять сразу. Пока мы находимся еще рядом. Лишним золотой это точно не будет. Так, большие потери сулят. Закрыли эльфов. Стоять. Закрыли. Так, ну а тут уже как бы через единички будем стараться гарпи держать. Давайте чуть повыше отбежим. И все равно, все равно стараются грызть именно кентавров. Но здесь мы кентавров на второй раз сможем отставить при желании. Восемь кентавров потеряли. Но ничего страшного. В плане отстройки тогда получается, что целый день мы с вами даже теряем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, лесопилочку... Точнее не лесопилочку, а еще одну шахту захватываем. Разгоняемся с вами на седьмой скорости. В плане отстройки теперь уже можем пойти дальше. Я думаю, есть смысл... Хотя нет, в префектуре, честно говоря, прямо сейчас я не вижу особого смысла. Нет. Обойдемся пока без префектуры. По героям пока впереди. Диммер у него немножко качается. Где-то примерно третьего уровня, либо через повышалочки пробежался. Мы тоже третьего уровня. То есть я бы не сказал, что он как-то сильно отстает. Но... Смотрим далее. Один герой у меня тут правда без дела. Уже бегает продолжительное время. Жаль туда никак не пройти. Поэтому будем... Стоп. А где мы пробивались к башенке? Не понял. Тут же один проход. А, вот тут. Вот тут к башенке проход. Ясно. Забираем армию. Домоконом едем собирать ресурсы. Вроде как здесь их приличное количество. Здесь тоже продолжаем собирать. Заодно пришло время захватить рудник. Тот, который домашний. По крайней мере. Так, наверх не буду ехать. Поедем все-таки пробиваться в сторону башенки. Тут очень непростой бой. В котором, я думаю, есть смысл сделать вот так. Ну и надеюсь, что они не захотят сражаться. А они захотелись. Ладно, соглашаемся. Потому что все могло быть намного хуже. И попробуем еще и башенку забрать на этой неделе. Так, арка дендроидов. Ну, у нас только золото, что в принципе, ладно. Так и будет. Поставим еще и префектуру вдобавок ко всему. Так, а вот тебя мы тоже сейчас в сторону башенки направим. Так, города пока не завоевывают. Немножко больше маны. Вот именно знания. Мне желательно, чтобы знания у него росли очень и очень медленно. Так, ну что. Этот город мы тоже должны забрать без проблем. Так оно и происходит. Предлагают магию воды. Ну, это немножечко не то, чего нам хотелось бы. Кстати, если здесь построить гильдию магов и стену знаний, то довольно-таки неплохая ситуация будет. Так, но это будет позже. Пока что мы поедем с вами серную шахту попробуем отбить. Давайте попробуем потерять все-таки меньше, в первую очередь, кентавров, которых сейчас постараемся закрыть хоть кем-нибудь. Так, минусуем первый стек. И вот второй. Вот эти потери уже более интересные. Так, ну предлагаю тогда разбежаться здесь тоже по бездорожью. И очень много будет у нас руды. Рудников прям завались в итоге, сдало. Так, а сколько здесь мистических садов? Так, а пушку единорогов строим. Это шестой день. В цитаделе, правда, всего лишь получится. Ну, ничего страшного. Здесь строим тоже гильдию магов. Эти заклинания с вами попозже тоже попробуем изучить. А так, в остальном, я думаю, что пока ничего не будем делать. Пока что оставляем все как есть. Так, и мы хотели глянуть, что за шаблон. 7СБ 0Б. 7СБ 0Б, ясно. Так, забираем еще один рудничок. За сундучком погоня. Здесь пробежимся по всем мистическим садам, потому что последний день недельки и все это дело просто пропадет. Вот чтобы просто не пропадало, успеваем это захватить. Еще одна лесопилочка. С таким количеством ресурсов можно даже пробовать несколько городов отстраивать. С отстройкой проблем не возникло. В этом городе, я думаю, что мы все-таки стену знаний поставим. И, наверное, останемся в этом городе пополнять ману. Плюс остаемся на разгоне с вами. Так, ну а здесь на месте, в этом городе, будем ли мы что-то строить, наверное, все-таки нет. Внешних жилищ нам тоже особо не зашло. 2.0.4.4. Качается. Качается парень. Так, отлично. Забираем золото. Так, и проход есть по бездороге. В какую-то зону. Правда, плестись туда очень неудобно. Но, с другой стороны, по пути, пока ты будешь туда плестись, можно много интересностей найти. Типа повышалочек, да? Делаем так. Делаем так. И продолжаем собирать халявные ресурсы. Здесь, в общем-то, тоже ставка на сбор ресурсов продолжается. Вот, на следующий день занятие уже есть. Так, а теперь покупаем нового, опять же, родного героя. Радует, что Шакти пришел именно нам, а не сопернику. Да, из-за того, что не было замка, конечно, немножко армии мы не досчитались с вами. Но ничего страшного. Так, 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 так. Загрейдить дендроидов, типа, думаете? Вообще, давайте. Давайте загрейдим дендроидов. Правда, золота на это уже не хватает. Ну, начинаем делать подвоз того, что есть. Для начала. Плюс... Кстати, а не будет ли нам выгоднее через верх пробиться на ту зону, чтобы не бежать через низ? Или все-таки... Не, я думаю, все-таки через портал пойдем, потому что это ближе. Во многом это реально ближе. Все, забрали армию. Значит, тогда ты тоже отсюда выезжаешь. Встань где-нибудь вот так. Главное, гномов пока не передавать. Упс. Ну и без кинтосиков тоже. Остановимся здесь, на повышалочке. То есть возьмем вот эти две повышалочки и будем мчать уже в следующую зону, если что. Ну, а мы в таком случае с вами тоже разгонимся и попробуем еще больше подвоза сделать, но уже на следующий день. Тут уже соперник ходил подольше, скупался, наверное. Так, а как бы нам вниз пробежать? Ну, в целом, непонятно. Продолжаем собирать золото. Кстати, вот этот бы артефакт на атаку тоже нам к финалочке не помешал бы. Более того, я думаю, если есть повышалки, давайте пользоваться. Чтобы мы не очень-то ему уступали. Если не во всех, то во многих компонентах. А пока что займемся просто грейдами. И уже с грейженными ребятами тогда... Организуем подвоз главному герою. Я думаю, единорогов надо будет еще загрейдить. Вот мы их тоже как раз заберем. Хорошо. Здесь еще одна повышалочка есть. По золоту есть довольно серьезные проседания. Но пока с этим приходится мириться к этому моменту. Все, давайте на выход. Надо склепы просто пособирать. Это бы решило ряд проблем. Так, ну в таком случае, ладно. Раз мы на разгоне и раз мы еще остаемся, то давайте еще вот эту повышалочку возьмем. И тогда уже после этого будем забирать верхнюю. А здесь, я не знаю. В принципе, есть что еще и дома отбивать. Можно консерваторию тоже попробовать взять при желании. Кстати, за счет консерватории еще могут шансы вырасти. Довольно значимо. Может и правда надо будет сейчас вернуться. Так, кстати, мы можем префектуру влепить, да? Или давайте хотя бы здесь. Таверна, а потом уже префектура. И удвоение маны тоже надо будет. Так, и вот еще находим золото. Отлично. Так, начинаем ехать вниз. Кстати, улик. Но правда за очень жесткой охраной этот улик. Возьмем еще одну повышалку. Новые ресурсы. А тут вот так. Наверх теперь не проедем. Сами себе заблокировали направление. Но, к примеру, съездить, чекнуть консерваторию как минимум стоит. Здесь мы в это время еще одну префектуру построим. И поехали проверять размер. Брать, если что, все равно будем главным героем. Консерватория какая-то большая. Какого точно размера неизвестно. Так, и еще золото. Еще золото. И еще одна лесопилочка. Так, добираем еще силу магии. И поехали домой. Насчет брать, не брать к концу не знаю. А вот попробовать щиточек, взять оружие. Это было бы очень и очень кстати. Так, ну а пока что Алагар едет сюда. Он может передать армию наверх. Это значит сейчас будут забираться склепы. Ну что ж. И кстати замок надо строить тоже в этот же день. Кого-то еще покупать. Дендроидов можно взять. При желании. Давай шажочек в нашу сторону. Давай шажочек в нашу сторону. Без потерь. Легко забрали. Ну до того дальнего мы все равно не успеем дотянуться. Как бы ни старались. Так, а здесь обнаружили еще один проход. Тогда едем наверх. Так, еще один мувпоинт. А, здесь только так. Там нет прохода даже. То есть сначала. Ну тогда повышалочка и станем под пробивку. И все-таки наверное сбегаем за оружием. Которое явно нам тут не лишнее должно быть. А здесь я вот думаю может гильдию продолжать отстраивать пока потихонечку. Тем более замок мы поставили с вами. Да, замок поставили. То есть наверное да. Наверное потихонечку гильдию. И следующий ход. Так, приходит ход. Так, насчет леса пока не спешим. Пускай лучше больше золота и побыстрее будет собрано. Фионой все-таки хочется сбегать вот сюда. Ой, как долго туда бежать. Вот здесь можно чуть-чуть сократить, правда. Забрать еще один. Ну хотя ладно. Туда мы поедем чуть позже в таком случае. Пока что здесь пробьемся. Это у нас прикрытие. Устраивает. Устраивает. Едем брать склеп. Тред максимальный выпадает. Сразу же минус. Отбежали. Добиваем. А тут спешить можно только этими ребятами. Амулет вытянули не очень хороший. Так, дотаскивать армию надо через Алагара. Причем у нас это довольно плохо срастается. Ну, давайте тогда сделаем так. Ивар пока заедет сюда. Возьмет повышалочку. Вернется. И опять встанет туда. Пополняшку маны обнаружили с вами. Свиток защиты от огня. Защиты от земли. Свиток бы нам сильно пригодился, я думаю. Так, ну еще одна префектура. Здесь, возможно, есть смысл в цитадели. Чтобы защитить нашу гильдию магов. Которую мы в ближайшее время будем продолжать строить. Вполне может произойти ситуация, в которой мы даже по магии будем выглядеть не хуже соперника. Нам бы этого, как минимум, хотелось бы, да? Так, ну, особых грейдов я не знаю. Что тут? Кентавров загрейдить можно. А если брать темничку, то тут надо продолжать гильдию магов строить. Достраиваем до третьего уровня. Никаких следов присутствия соперника вообще нигде не видим. Надо стопни туда. Хотя... А, ну нет, наверх же не проедешь. Так что давай сюда тогда. Давайте улучшать кентавров. Один из тех случаев, когда аджор тоже надо. Забрать всех гномов? Ну, давайте. Все это дело передаем на главного героя. Ивар берет еще себе атаку. И, по сути, сейчас будет на седьмой день одна из сложнейших битв, которые у нас только были за это время. Ну, их реально много. Больше пятидесяти. Закрыли. Назад. Наверх. Закрыли. Спешить атаковать не будем ни по кому. Тоже давай наверх. Wait. Так, бить нельзя, значит, надо вейтиться. Потеряли уже одну единичку. Добиваем одного из верхних. Так, ну давайте с грыженного начинать. Слепота сработала. Очень удобно. Так, тут пока что не спешим. Опять закрываемся. Защита. Шестая скорость. Довольно легко пробились. Добираем защиту. Ни о каком разгоне здесь даже речь не идет. Можно тогда снизу ресурсы пособирать. Так. А Фиона, ну не знаю. Держать ее там, чтобы отбить то, что нам надо. Наверное, не худшая идея. Ну и может быть, может быть, есть смысл начинать отстраивать рынки. Чтобы потом выменять ресурсы на золото. И по понятным причинам уже идти добивать соперника. Мы и так уже с вами тянули, как только могли. Вот сейчас соперник видит, что по статам начинаем мы его догонять. Так, давайте двигаться по чуть-чуть. Потому что если где-то увидим много ресурсов, будет смысл где-то задержаться. Так. И, кстати, подбирать эту повышалку мне сейчас будет не в темп. А это значит, что есть смысл сейчас Алагаром забрать армию у главного героя. Передать все это дело на Фиону. А Фиона, в свою очередь, поедет, попробует отбить вот этот вот важный артефакт. Который не обязательно даже будет сразу прям подбирать. Если что. Так, а где нам использовать тебя? Я думаю, что в цепочке ты можешь быть очень полезен. Поэтому именно туда мы тебя и зашлем. А главный герой, я думаю, что им неплохо было бы съездить и изучить новые заклинания. Нам на четвертую гильдию не хватает кристаллов. И более того, нам много чего не хватает. Давайте рынков настраивать. Пришло время, наверное, как раз таки выменивать недостающие ресурсы. Возможно, мне тоже зайдет метеоритка. Поборемся, так сказать, с оппонентом в этом плане. Так, и снова следов присутствия нигде я не заметил. Со стороны соперника. Ну и долгое время статы у него не повышаются. Как были 2, 0, 5, 4. Так они и остались. Так, и вот она обзорочка. Не дотянулись. Ай-яй-яй. Жаль. Очень жаль. Так, давай тебя снизу. Гномов разобьем на 2 полусты... Нет. Сделаем все-таки единичку гномов тоже. Кем-то же снимать ответку надо будет, если их окажется много. И хотят съесть кентавров. Ну, оно и понятно, такой лакомый кусочек. Вперед выставим совершенно другой стэк. Давайте единорожками врежемся. Ладно, сразу и забираем. Здесь мы пробежимся. Соберем немножко ресурсов. А лагар, он не должен тоже далеко уходить. Должен стараться стоять в цепи. Главный герой заезжает. Здесь у нас начинают работать рынки. На выменивание кристаллов. Так, на четвертую гильдию мы с вами наменяли. Что нам дают? Воскрешалочку и городской портал. Отлично. А вот только с мудростью у нас беда. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, поехали тогда брать повышалку. Камень учения, которое... Главного героя еще качать и качать, ребят. Блин. Так, кого можно гномов улучшить? Так, и обзорочка засветила, что соперника там нет рядом. Ясно. Так, все, Фиона обязана отдавать армию. И артефакты тоже. После чего немножечко здесь еще побегает. Дамакон армию возвращает. На Алагара. Алагар, в свою очередь, заезжает сюда, в город. Здесь можно купить нового героя. Тоже покупаем родного. Это еще дает нам дополнительной армии. Здесь уже грейдятся гномы. Из них получается тоже неплохой и полезный, главное, стэк. Все это дело даже может сейчас подвозиться на главного героя. Золота, кстати, тоже много. Вот как-то так. Пегасов надо брать тоже обязательно, чтобы магия для него была более дорогой. Так, а тут золото уже начинает и заканчиваться. Но один пегасик по-любому надо будет. Этих ребят тоже надо улучшать. Так, и если он не очень высокого уровня игрок, то его может даже удивить то количество армии, с которой мы к нему придем в гости. Плохо, что, конечно, не могу изучить всю магию, которую хочется. Ну, тут уж выбирать не приходится. Все, поехали. Это самая сильная охрана, которая попадается на пути за все время. Поэтому смеем предположить, что она и ведет к сопернику. Обычно именно так и делается на разных шаблонах. Давай чуть-чуть вперед. Пегасик также снизу, все выйдем. Так, тут уже прямая стрела пошла. Добивание. Так, пегасиками бить не надо. Хорош. И вот она, мудрость. Давайте еще с алмазными подеремся. Может, как раз продвинем мудрость. Если продвинем, сразу же возвращаемся, изучаем воскрешение. И тогда будет вообще односторонняя финалка. Ну, в плане потерь имеется в виду, конечно же. А почему вперед пошли? Я же вас пытался отогнать наверх. Прям ни в какую, упертые такие. Давай на прямую стрелу подходи. Тогда уже будем разговаривать. Логистика надо, но нет. Сейчас продвигаем мудрость. Заезжаем назад. Более того, разгонимся с вами. И что еще более важно, ребят. Так это мы с вами удвоим ману. И вот теперь я к финалочке готов. Можно сказать, что полностью. Так, ну а тебе можно выезжать оттуда. Делать больше нечего. Кстати, немножко тупанул. Знаете чем? Надо было лагаром выехать и пробиться через феечек сюда чуть-чуть правее. Потому что я же понятия до сих пор не имею, что же там находится. Что за зона. А соперника надо постараться найти как можно быстрее. Хотя, хотя. Я думаю, что мы с вами все равно сейчас попробуем пробиться. Хотя бы выглянем, если что. Вообще, мне героев в цепочке жутко не хватает. Стоп, а зачем я сюда... А, я за подвозом сюда ехал. Я сюда ехал за подвозом. Понял. Все, тогда вопросы отпадают сами собой. Здесь мы делаем удвоение маны. Угу, здесь идет скупка. Давайте, больше гномов. Больше кентавров. Хотя, хотя. Что если мы тебе надаем кентавров? И ты с этими кентаврами попробуешь съездить. Как раз пробиться через феечек. Но это из разряда... Хватит ли маны? А я думаю, не хватит. Они тоже поделятся. Да нет, это без толку. Не-не-не-не. Забираем мы у тебя кентавров, короче. Хотя, с другой стороны... Давай-ка именно ты поедешь за главным героем. Поскольку сможешь резать цепочки сопернику. Если таковые там есть. В этом есть, конечно же, сомнения. По центру. Точно так же расставляем здесь защиту. Так, это у нас кто? Аллагар. Давай, добавляй нам армии. Передавай нам все артефакты. И мы с вами полным ходом на всех парах начинаем ехать выше. Собирать улики даже не буду. Пегасиков надо будет подвезти, но позже. Так, вейт, вейт. Вейт, вейт. Давайте закроемся. Закроемся. Под прямую стрелу вообще никто не стал. Тогда стреляем по Грейжиным ребятам. Так. И что-то мне кажется, что Пегасика мы тут сольем. Давай врезаться снизу сразу. Все, улетел. Так. И опять мне воду дают. Вот при прокачке постоянно. Либо вода, либо ничего. Так. Это тупиковая зона. Я так понял. Который... Ну, хотя, если бы играть по-нормальному, то портал славы надо, типа, поехать отбивать. Но нет, мы поедем как можно быстрее заканчивать эту партию. Не затягивать с этим делом. И опять же, надо будет пробиться и посмотреть, что у нас с той стороны. Главного героя можем разогнать. Но только тогда на Пегасе. Все, типа, отдаем. А на Пегасе разгончик. 5-5 стали статы. Немножко тоже улучшилось. По сравнению с тем, что было. Так. Алагар, давай нам армию. На Пегасике тут может... А, вот, кстати, и проход мы нашли. Может это быть проход к сопернику? Судя по силе охраны, может. Но что-то мне как-то туда бежать не очень хочется. Сильно жестокая охрана. Уж лучше мы домой. А с дому непосредственно мы проверим с вами еще одно направление рядом. Так, феечки, которые не хотят сражаться. Так, и похоже, что вот это вот, наверное, и есть то направление, которое нас интересует. Вот, все. Станем здесь поближе, чтобы можно было тоже вбегать в ближайшее время. Доскупать мы можем с вами только Пегасов. В принципе, нам хватает на них, нет? Еще не на всех. Ну, потерпим. Ничего страшного. Давай тоже домой. Ну, в городе у нас кто-то есть, правильно? Причем прячется до последнего. О, давайте не так. Ты типа выезжаешь. И тоже будешь нашим разведчиком. А ты прячешься, ты наоборот будешь делать подвоз армии. Все. Довольно легко и просто все. Вы посмотрите, он атакует Алагара. При этом у него почти нет маны у самого. Давай, убивай. Если захочешь это сделать через ману, то... Во, молодец. Вообще, транжирит ману налево и направо. Ну, кстати, я не очень далеко отсюда убежал. Так что, вот-вот мы с ним встретимся. Заодно нам он показал, куда идти, да? Дабы его попробовать убить. Но армии там маловато. Армии реально маловато. Так, что? Максимальная скупка. Пегасы-кинтосики. Сейчас надо разыграть эту монетку, правильно. Смысл в чем? Сначала все перебрасывается налево. Так, Ролан, ты пробиваешься в подземку. Возвращаешь армию назад. Да, это зона соперника. Подзаблоченная немножко, но это надо. Хотя, блин, надо было сразу пробиться. На самом-то деле. Давайте-ка мы сразу пробьемся туда. Можно даже город у него попробовать забрать по-быстрому. Да, вот его город. Он пустой. В принципе, этот город забрать назад он уже не сможет. Нам надо попробовать на ком-то разбиться. Получается, восьмая скорость. В принципе, этих мы обгоняем. И этих обгоняем. Восьмая скорость. Да, ну поехали. Да, мы хотим отступить. Выкупаем героя. У него тут дома. Еще и интеллект заходит. Хорош. Теперь надо правильно расставиться. Единороги однозначно по центру. С гномами. В принципе, там еще можно армии добрать. А, у нас, правда, золота уже нет. Ну что ж, обзорочка. Еще сила магии. Ну и давай, мы ждем тебя в гости. Так, а тебя где-то сюда. Что он? Ой, армию он не строил. Он вышел в муниципалитет. Ну, это старая тактика, которая не работает, конечно. Вот из-за того, что не стал выходить в армию, сейчас, когда пойдут, в общем-то, сами стычки, он останется без нее. Начинает на всех парах убегать с той армией, которая есть. Заберет сейчас эту деревню. Ну, опять же, это больше уже игра на выживание с его стороны. Понятно, что любая армия сейчас ему была бы очень кстати. Мы здесь строим цитадель. Выкупаем всю армию, которая есть. И вот теперь, когда ты будешь брать цитадельку, тебе придется не сладко. Сольешь прилично армии. Меч плюс два, плюс два мне мало интересен. Герой отсюда заберет вот это. Заберет еще одну шахту. Плюс у нас тут рядышком Роланд был, которого мы пока посадим на защиту. Мало ли, выскочит откуда-нибудь гость наш. наш. Ну, мы с вами пустимся за соперником. Так, интересно, где тут город? Наверное, где-то вниз. А, да, наверное, он... Стоп! Стоп, стоп, стоп. Я пробежал. Наверное, где-то сюда надо было. Наверное, так. Мы, кстати, можем наменять с вами ресурсов. Даже выкупить на защиту того города еще мага какого-нибудь. Ну, типа Муандора, рыцаря смерти, да? Хотя там гильдии магов нет. Нет, это будет просто баловство. Не надо. Что ж, давай. Пробуй. Пробуй забирать этот город. Почему бы и нет. Город он этот заберет, но и армии тоже потеряет нормально. Проблема его заключается в том, что абсолютно нет в наличии магии. поэтому придется много терпеть. Ну что ж, давай вниз, вниз, вниз. тоже стоим. Еще разочек приложились. Еще разочек приложились. Мы даже можем повоевать. Ему надо было стоять перед городом и периодически хитранить. Он залетел. и таким образом он только хуже себе сделал. потому что гарпии сейчас под боем. им придется сейчас серьезно пострадать. Так, сорянчик, ребят. Пришел кот потоптаться по клавиатуре. Ну что. Спасать гарпий он не собирается. Ну, если они ему не надо, то мы их, конечно же, с радостью с вами заберем. Еще и моралечка выпала. Продолжаем стоять. Глазики все так же продолжают теряться. Вот как-нибудь так расставимся. Если стены где-то будут падать, чтобы мы могли их закрывать. Вот, если он сейчас станет на роуп, это будет ошибка. Правильно, молодец, не стал. Хотя бы в этом не ошибся, потому что я бы его там задержал надолго. Застрелял мне еще одного копейщика. Давайте стоять дальше. Выстрелы у нас бесконечные. У него нет. У него остается всего лишь три выстрела. Баллисту, правда, мы ему не можем сломать. И это проблема. Давай наверх. Закроем ударный стэк копейщиков. Максимально. И вот открываются ворота. Снимаем ответный удар. Ну и это максимум, который мы можем ему сделать. Больше я ему ничего не сделаю. В любом случае, ситуация для него крайне и крайне неприятная. Вот сколько армии ему пришлось оставить ради захвата пустой деревни, в которой ничего нет. Но в которой немножечко прироста он все-таки получит, потому что я все-таки не успею. Да. Так, он побежал вниз. Проход этот будет в подземку сюда. Так что мне надо будет усилять редуты в этом городе. Тем более здесь есть еще и магия хорошая. Сейчас максимальная скупка должна будет произведена с моей стороны именно в этом городе. Плюс нельзя ему подарить удвоение маны. Так, ну он попробовал разведать то количество армии, которое у нас здесь есть. Ну и должен понимать, что там беж... А, так я пробежал город. Вот он. Как я так город-то провтыкал? Надо будет вернуться, забрать его. Город тоже касловский. То есть у него в наличии сейчас два касловских города. Ясненько. Так, убиваем Тунара. Так, а здесь тоже. Ну, надо отметить, что он на удивление даже и не стал ничего отстраивать. Ни цитадельки, ни замки. А все почему? Потому что не мог воевать. Хорошо. Все, наверное, можно отсюда убегать. Бежать к нему навстречу. Есть смысл усилять этот город. Сюда как раз таки едет Шакти. Мы здесь с вами построим замок. Мы здесь выкупим важного героя с удвоенной маной. Мы ему сделаем побольше армии. Передадим даже палатку. Кстати, это сделает в Эрдиш. Все, мне кажется, больше мы ничего здесь не сможем сделать. А сами поедем собирать ресурсы спокойно. В этом городе садимся внутрь. Поделим на единички, наверное, гномов. Потому что у них еще и резист есть, который не следует недооценивать. А, стоп, стоп, стоп. Мы же еще не всю армию даже скупили. Вот у нас есть пачка гарпий. Тоже сюда же. И есть много ресурсов, которые позволят нам скупиться сейчас как можно лучше. Так. Более того, еще и троглодитов сейчас накупим. Хорош, хорош. Вот это вот уже довольно интересненько будет. Этот город теперь он уже никак не заберет. Забираем здесь троглодитов. Можно спрятаться в городе. Это у нас разведчик-собиратель. Фиона начинает тоже собирать самоцветы в начале недельки. А здесь, ну что сказать. Мы можем, в принципе, попробовать тоже скупиться. Какая-то защита в этом городе тоже должна быть. А то вдруг он захочет поехать именно в этом направлении. Кстати, может быть и лучше следует укрепиться. Потому что, ну, этот город вообще не хотелось бы терять. Как-никак город основной. Вот так вот единорогов поделим. Все, наверное. Последим сейчас за действиями с его стороны. Так, он главным героем, судя по всему. Едет штурмовать город. Так и есть. Снова его ждут серьезные потери. С каждым таким боем его армия, конечно же, начинает только уменьшаться. Причем уменьшаться значимо. А, он даже сбежал. Он, в принципе, понял, что без шансов. Ну, в таком случае, это ГГ. Это ГГ. Правда, пока не сдается. А рядом же стоял у него лошок, который мог атаковать этот город. Он что? А, он откупился вроде, да? То есть у него было золото. Даже так. Так, ну давайте Роланда посадим на защиту этого города. Вот, скупили все, что было. Наделаем с вами единичек. Так, а главным героем едем его дожимать. Город вроде как пустой. Не думаю, что у него где-то тут еще завалялся какой-то город. Вероятность этого крайне и крайне мала, конечно. Так, ну и возможно он хочет вернуть свой родной город. Из разряда того, что он неохраняемый. Но мы здесь сейчас скупимся тоже. Так что, если даже он приедет сюда, его здесь тоже ничего ждать не будет. Все. Уже давно можно было бы сдаваться на его месте, но он пока что тянет. А, он просто ждет, пока я его вынесу. Сидя в пустом городе. Ну, давай. Опять же, это тактика новичков. Абсолютно неоправданная. Когда они не сдаются, а вот как-то так заканчивают. Хотят полностью пропасть с карты. Кстати, нет. Вы посмотрите. У него где-то еще есть город. И, наверное, этот город снизу. Давайте-ка я оставлю здесь армию. Хотя-хотя... Давайте здесь оставим только единички. И построим в этом городе цитадель. Таким образом мы защитимся с вами, да? Так, парочка единичек. После чего Роландом выезжаем сюда. И вот что мы упустили. Вот где он находится. Ясно. Ну что ж, выезжаем теперь в этом направлении. Ну, а если он захочет выехать, то пожалуйста. Пусть повоюет, пусть попробует что-то сделать. В любом случае, последний город у него мы тоже нашли. Ну, да. Видно, что, конечно, соперник в механике героев не очень разбирается. Мне тут даже можно и не скупаться особо. Я просто побегаю, захватываю разного рода ресурсы на карте. Здесь можно оставить ее на защите этого города. В плане Фионы. Тоже непонятно, где ее использовать. Кроме как на какие-нибудь собирательства пустить. Ну, а он тем временем будет просто сидеть в городе и пытаться что-то сделать, да. Может быть, цитадели замок построить. Много, кстати, ресурсов, которые лежат халявно. Но из-за того, что у него героев не было много, он их не собирал. Все, на следующий ход для него все закончится. Кстати, блин, я забыл, что есть городской портал. Можно же было быстро сюда переместиться. А так я ему кучу времени подарил. Ну, тем интереснее будет для него прежде всего. Все, он даже единичек не наделал. Еще одна ошибка с его стороны. Ну, поехали. Все, ГГ, ВП. Нет, здесь нет ни цитадельки, ни замка, ничего. Он даже сам выходит, чтобы побыстрее все закончилось. И вот после этого, в принципе, он полностью уничтожен. Вот такая вот партия с новичком. Человек первый раз играл в онлайн-лобби. До этого он играл через какую-то службу в мультиплеере. Я даже сейчас вам покажу. По-моему, вот этот Direct Connect через него как-то играл. Я ему пытался объяснить, что это только по локальной сети вроде как. Он говорит, нет, типа, пробуй, все дела. Но в итоге я добился своего. Он установил героя, поставил с HD-модом. Зарегистрировался в лобби. Так что, возможно, еще один игрок в Soda у нас добавится. У меня на этом все. С вами был Армак. Всем пока. До новых встреч.